Всем привет, с вами Артём, и мы уже завершаем прохождение дополнительного эпизода 400 дней. Погнали. Это будет последняя серия исходячих. Мы должны проникнуть в это кафе, эта мразь стреляла по нам. Рассел, расслабься, дружище. Когда всё закончится, возьмём столько, сколько сможем, поедем к твоей бабушке и устроим большой домашний ужин. Хорошо? Чё-то я не доверяю этому парню. Идём. Осторожней. В чём дело? Так, ничего. Тогда идём. Расс, ну же. У пацана, похоже, всё ещё сохранилось доброе сердце, что ли. Хорошо, всё чисто. Пригнись и иди за мной, понял? Хорошо, нас не должны услышать. Мы подкрадёмся к этому сукину сыну и схватим его, понял? Не звука, блин. Пошли. Я чуть не прочитал то слово, которое там было написано. Я вижу его. Наблюдай через окно. Посмотри, есть ли там ещё что-нибудь. Или ещё кто-нибудь. Думаю, я видел стрелка. Да ладно. Хватай его, я прикрою. Мне подкрасться или просто напасть на него? Тебе решать. Так, ладно, тихо. Не с места, блин! Волт! Пошли нахрен отсюда, чудовище! Полегче, папаша. Я же сказал вам не возвращаться. Думаю, что просто так можешь спрятать свою маску дома и прийти сюда снова? С этим черножопым! Ну, во-первых, блин, не будь расистом, это мой друг. Во-вторых, я, блин, не знаю, кто ты. Мы просто ехали мимо, как и все. Враньё, вы пришли, чтобы добить нас и забрать еду! Это совсем с катушек съехал. Она умирает и теперь видит твоё истинное лицо. Маску? О чём он говорит? А я знаю, он спятил. Ты был здесь раньше? Руссел, не начинай. Ты пытался убить нас без причины, за это нам стоит пустить пулю тебе в лоб. Пожалуйста, просто уедите отсюда, пожалуйста, оставьте нас в покое! Что скажешь, Руссел? Может, стоит просто прикончить этих старикашек и забрать их вещи? Ты серьёзно? Возможно, почему бы и не убить? Да ну нахрен! Вон там снаружи все эти живые, сраные, чу-чурища. Верно. И ты можешь вот так просто шутить после всего этого дерьма, что я видел? Иди нахрен! Я спас твою задницу! Да ни хрена ты не сделал! Полегче раз! Я не собираюсь их трогать! И ты не вздумай убивать их! Да ладно! Мы же всё ещё друзья? Нет! Всё-таки он их добил. Скотина. Наверняка он был здесь. Он уже знал об этих людях. Просто ничего не сказал. Итак, и у нас осталась последняя героиня Бонни. Теперь играем за неё. Ну погнали. Это уже будет последний. Хорошо, ещё одну. Змею вместо языка. Ты не умеешь в неё играть. Ты бы хотела иметь змею. Ужас. Или клешни краба вместо рук. Бонни. Двести двадцатый день с начала эпидемии. Клянусь, это самое худшее, что только можно было придумать. Вы знаете правила, мисс. Вы должны... Ну? Змею. Отвратительно. Что? Как это может быть более отвратительно, чем клешни? Ну, хотя бы потому, что это у тебя во рту? Эй, ты спросил, я ответила, парень. Хорошо. А как насчёт... Неважно. Я перестану доставать тебя дурацкими разговорами. Да ладно тебе. У тебя получилось немного развеселить меня. Кстати, в последнее время ты повеселила. Тебе лучше? Думаю, да. Ну, выглядишь ты явно лучше. Хотя для тебя любое изменение к лучшему. Я не то хотел сказать. Я имел в виду, что... То есть ты была... Ты была... Ну, ты знаешь... Отдохнила по ухи. Я запомню это замечание. Ну, ты и подхалим. Знаешь, раньше ты не была такой нахальной. Думаю, это хороший знак. Знаешь, после того, как мы нашли тебя, ты всё ещё была зависима от того препарата. Мне не верилось, что ты переборешь зависимость. Ты ещё не до конца слезла, я знаю, но ты проделала большой путь, Бонни. Я горжусь тобой. Ты хороший друг, Лиланд. Я знаю. Ладно, ты не настолько хорош. Послушай, ты же знаешь, я тебя не брошу. Пока мы вместе, я буду о тебе заботиться. Тебе не о чем беспокоиться. Ты это знаешь, да? Притормози-ка, Лиланд. Бонни. Лиланд? Бонни? Ди. Эй, дорогой. Я нашла нам кое-что. А что это вы тут делаете? Просто болтаем. Болтаете, да? О чём же? М. Ну, эм. О крабах. О крабах? Ну, о рыбалке. Думаю, это заслуживает внимания, это же еда, понимаешь? Лиланд, ты ненавидишь рыбалку. Это не совсем так. И как же часто ты рыбачишь? Что? Да я постоянно ходил на рыбалку, ведь я поймал тебя, разве не так? Это я тебя поймала. Согласен. Я принесла тебе подарок. О, да не стоило. Что нашла? Позже я расскажу. Не хочу прерывать твой разговор с подружкой, но нам нужно идти. Она думает, что мы... Разве не так? Ну, и где ты взяла сумку, Ди? Что в сумке, Ди? Я же сказала, это сюрприз. Эй, Ди, когда мы вернемся в лагерь, ты дашь мне этот лак для ногтей? Конечно, милая. Тебе нравится этот цвет? Это мой любимый. А после сегодняшнего дня мне нужен новый слой, видишь? У меня то же самое. Чувствую себя как крейса с этими ногтями. Не хочу прерывать девичьи разговоры, но, Ди, это сумка. Послушай, я нашла ее на дороге, доволен? Где на дороге? Ты украла ее? Что? Ди, Бонни права. Если ты украла эту сумку, то нам нужно знать. Не думай, что это какая-то ерунда. Чего это вы на меня набросились? Дорогая, это неправда. Скажи, когда за последнюю неделю ты был на моей стороне. Или за месяц. Ну, я не могу вспомнить какой-то определенный случай, но я знаю, что это было. Врешь. И вот так мы всегда и спорим. Постоянно. А теперь мы стоим здесь, в лесу, насквозь промокшие, и ради чего? Успокойтесь сейчас же. Но это ты заставил меня остановиться. Мы могли бы продолжать спорить, и на... Как же мне надоело такое отношение. Такое отношение. А теперь мы стоим... А теперь мы стоим под этим чертовым дождем, посреди непонятно чего. Я знаю, что ты сделаешь. Ди, заткнись. Оставь Лейлана в покое. Это не твое дело, Бонни. Это касается только его и меня. Прекрати, Ди. Она права. Мы ведем себя как дети. Это потому, что ты не слушаешь. Бонни, милая, прости нас. Милая. Ди, ну хватит уже. Оставь это, я вижу на чьей ты стороне. Как и ты. Чтобы не вышло, давай повременим с этим. Я отказываюсь принимать в этом участие. Что ж, очень жаль, но ты уже принимаешь участие. Извините, я просто хочу оказаться где-нибудь, где смогу сменить одежду. А вы с подружкой сможете... Черт. Нет, господи. Бежим, ну же, нужно выходить. О чем ты говоришь? Ох, черт. Так, давайте не будем орать. Блин. Куда ты тащишь ты, тупая? Очень не вовремя ее подстрелили, блин. Ладно. Побежали, короче, отсюда. Ёпона мать! Вот все идет наперекосяк. Просто вообще все в этой игре наперекосяк идет. Что ж там во втором сезоне творится будет? Мне аж страшно представить. Дайте мне управлять! Хорошо бьется, одного удара грохнуло. Молодец. Опять эта бензоколонка. Да что ж такое-то? Все вокруг этой бензоколонки. Где я? Лиланд! Сюда, смотрите! Черт, где? Ди! О, блин. Дургую сторону, дура! Я кепку увидел на голове этого парня? Ладно, идем. Ди! Тихо-тихо-тихо. Идем, 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 тихо. У меня здесь нет. Черт, где их носит? Блин, да где они? Здесь слишком темно. Здесь слишком темно. Тихо. Притаились. Есть что? Нет, я ничего не вижу. Черт, это Роман и Стефани были. Это были Роман и Стефани. Они на этой бензоколонке, вот они просто их поймали, и они поняли, они подумали, что к ним кто-то проник. Мама, защити меня. А тут кудрявый парень с завязанными глазами. Случай мне... Так, Бонни, спокойно. Найди оружие. Так, ладно, сейчас. Так, отлично, взяли металлический пруд. Да? То есть я не мог выбрать, что ли, в кого-то? Там разве не с двух сторон было? Ой, господи, ладно, давайте еще разок. Мама, защити меня. Так, Бонни, спокойно. Найди оружие. Управление уже поинтереснее стало. Получай! Бонни? Господи, Димни, мне так жаль, боже. Ой, пипец. За что? Почему ты не сказала ничего? Ты должна была сказать что-нибудь. Ты это сделала? Ты убила меня. Ты убила меня. Я не должна была доверять тебе. Просто... Я не хотела этого делать, Ди. Клянусь Богом, я не хотела. Ты любишь его. Я видела, как он смотрел на тебя. Я... Я... Нет, Боже, я не хотела. Он нужен мне. Вы нужны мне. Ты... Сука. Чтобы тебя закидали камнями. Между нами что-то было. Но это не значит, что я хотела убить тебя, клянусь Богом. Сраная наркоманка. Ди, ты нашла ее? Бонни, я думал, они тебя поймали. Боже, ты ранена? Ди! О, Боже, что случилось? Боже, Боже, Бонни, что произошло? Боже, Ди, дорогая. Сейчас это не важно, Лиланд. Она мертва. Нам нужно идти, мы не можем здесь оставаться. Я знаю, но... Только... Только дай мне минуту. Скажи, что случилось. Я не хочу ему правду говорить. Я нашла ее такой. Мне нужно было прийти раньше. Прости, Лиланд. Я не куплюсь на это, Бонни. Я не куплюсь. Мне... Мне плохо. Скажите, если увидите их. Лиланд, идем. Я не брошу ее. Они убьют тебя. Лиланд! Кажется, я их вижу сюда. Ну, походу, и Лиланды грохнули. Да что ж за пипец-то? Вот, у них... Рюкзак. Эта дура сточила рюкзак у этих ребят. Ой, пипец. Четырехсотый день с начала эпидемии. Мы были правы. Здесь есть выжившие. Еще живые? Они будут рады быть спасенными. Сколько их? Думаю, около пяти человек. Они оставили записки. По крайней мере, мы знаем, что они хотят, чтобы их нашли. И я вижу дым вдалеке. Наверное, лагерь. Попробую выйти с ними на связь. Замечательно. Что ж, будь осторожна и принимай только правильные решения. У нас очли отличные общины. И мы хотим, чтобы так и осталось. Конечно. Про всех по отдельности мы узнали. Собственный эпизод подходит к финалу. И он будет закидывать удочку на второй сезон. Я нашла их. Нихрена себе. Отличная работа. Все в порядке. Пока все идет нормально. Я попробую поговорить с ними. Пожелай мне удачи. Да, удачи. И будь осторожна. Не пытайся давить на них. Уговори, стольких, скольких сможешь. Поняла. Эй, не стреляйте. Винс. Не двигайся, блин. Ты кто, блин, такая? Меня зовут Тавия. Как ты нашла нас? Я нашла ваши записки. Я разведчик из растущей общины на севере. Мы ищем выживших и спасаемых. У нас есть еда, чистая вода и кровь для каждого. Мы предлагаем вам возможность помогать нам и начать все сначала. Боже, звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, но я верю ей. Бонни, одумайся, это не может быть правдой только потому, что она так сказала. Тебе ли не знать? То, что я сделала, было несчастным случаем. Эй, хватит уже. До меня доходили слухи об этих местах. Парень, с которым я путешествовал, кинул меня, чтобы самостоятельно найти то место. Он думал... Знаешь что? Давай это сделаем. Она выглядит сытой, так? И чистой. Нам бы не помешало поесть и принять горячий душ. Погоди, вы нашли выживших? Их много? Не так много, но... Что ж, нам надо идти. Эдди может быть... Там, Уайетт. Послушайте, нам нужны люди, вот и все. И вы, ребята, должны решить, хотите ли вы поехать всей группой или разделиться. Или еще как. Но я не хочу находиться на открытом пространстве после наступления темноты. В течение нескольких минут я собираюсь сесть в машину и уехать. Надеюсь, кто-нибудь из вас поедет со мной. Шелл, почему мы слушаем ее? Очевидно же, что она лжет. Ой, ты тупая, вообще молчи. Даже если она не врет, я думаю, что лучше постоянно двигаться. Оставаясь на одном месте, ты становишься легкой мишенью. Мне безразлично, если тебе кажется, что там безопасно. Эта заправка была смертельной ловушкой. Да, она же была прямо возле шоссе. Вы и кучка стариков не смогли бы защитить ее. Ребята, мне это не нравится. Мы просто должны уйти. Я не доверяю ей. Что ж, почему нет, Рассел? Если у них есть еда и лекарства, и... Ага, лекарства. Смотри, я не доверяю ей, Бонни. Я не лгу вам. Как мы узнаем, что это правда? Никак. Вы имеете право не идти, но мы будем рады вам. Я не пойму, в чем проблема. Ты действительно собираешься остаться здесь и искать пищу, как... Гребаный енот? Я имею в виду, что не затем ли мы оставляли фото. Что ж, это вполне может быть ловушка. Что, если они хотят убить нас? Спасибо тебе. Все, кто живет там, хотят убить нас. Что ж, с нами все в порядке, не так ли? Вы превосходите меня числом. Вы бы с легкостью схватили меня, если бы захотели. Черт, я пойду с вами в качестве заложника, если от этого вам станет безопаснее. Никто не причинит вам вреда. Вообще-то это неплохая идея. И я это сделаю, потому что уверена, когда вы увидите это место, вы измените свое мнение. Послушайте, я знаю, что вы, ребята, обеспокоены, и у вас есть все причины для этого. Вы плохо меня знаете. И да, в этом мире есть несколько шизанутых уродов. Я здесь только за тем, чтобы сделать предложение. Вы можете пойти со мной или остаться здесь. Выбор за вами. Что ж, кто желает пойти со мной? Да, я иду. Да, я тоже. Ну и зря. Я... я не уверен. Мы здесь давно и насмотрелись такого дерьма. Имеет ли смысл на что-то надеяться? Конечно, это, Руссел. Смена, все, что у нас осталось. Но быть умными... Ну, если подумать, вот почему мы все еще живы. Некоторые из вас были разлучены со своими семьями и друзьями. Это призрачные, но все же шанс снова их встретить. У вас были люди из Стрейсбора? Да. Думаю, да. Хорошо. Но я богом клянусь, если ты что-то задумал, то пожалеешь об этом. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь вам найти ваших друзей и семьи. Но поймите, что я ничего не могу обещать. Мы понимаем. Думаю, мы все приняли решение. Что ж, я думаю, у нас появилась группа. И что ты будешь с этим делать? Ну, все будет хорошо. Я это знаю. Ну да, закидывается удочка. Как мы узнаем, что это сработает? Даю вам слово. Вряд ли это что-то значит в этом мире. Но все же на девятку машина похожа была. Вот так вот. Ну давайте посмотрим. Статистика в этот раз тут более такая развыпендриванная. Дэнни или Джастин, в чё ногу вы выстрелили? 30% игроков выстрелили в ногу Дэнни. Вы 50% игроков остались в машине. 75% игроков бросили Нейта. Вы 75% игроков солгали. 25% убили Стефани. Ну, понятное дело. Так. Ну и в итоге в лагере осталась только одна. Со своей сеструхой. Ну что ж, вот на этом моменте у нас и заканчивается прохождение 400 дней. Спешл-дополнение для ходячих мертвецов. Про саму игру я уже сказал достаточно. Уже в финальном эпизоде первого сезона. Здесь, в принципе, могу сказать, что, несмотря на то, что 400 дней это такой небольшой эпизодик, он всё равно, во-первых, он закидывает удочку на второй сезон. Я так понимаю, что некоторые персонажи и события из вот этого дополнения перекочуют во вторую часть. И... Потому что, понятное дело, я в лиценз играю. Ну и, во-вторых, всё-таки здесь уже тоже были некоторые моменты, коротенькие жизненные истории. Но эти истории, они тоже о многом говорят. Вот, например, они... Вот этот эпизод, он поставил меня перед некоторыми аморальными выборами очень тяжёлыми. Например, тоже вот я вот среди меньшинства тех людей, которые решили убить Стефани. Здесь вообще всё очень тяжело в этом плане, потому что... Ну вот... Поставить себя на место действительно выживающих людей, ты понимаешь, что действительно отпустить её нельзя, доверять ей нельзя. И это всё очень тяжело. Я не знаю, я поступил так, как поступил, и уже всё это дело мы будем... Мы уже будем, так сказать, изучать во втором сезоне. Ну а на этом моменте, я думаю, нам стоит закончить. Мы сейчас отдохнём от «Ходячих мертвецов» на какое-то время. Вместо «Ходячих» будут выходить серии по «Волку среди нас», ещё одной великолепной игре от L.T.L. Games. Хочу сейчас больше погрузиться в детективно-нуарно-сказочную атмосферу. Отдохнуть от злого... От такой вот злой психологической драмы. Кто же действительно на мозги давит по полной программе. Особенно это вы смотрите по несколько эпизодов там в день. Вот на этой неделе там по два эпизода в день. А я это всё записываю сразу с копом, и это очень сильно давит на мозги. В общем, я надеюсь, что вам понравилось. Если понравилось, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, зовите друзей. С вами был Артём, до встречи в следующих прохождениях. Всем всего хорошего, пока! Субтитры подогнал «Симон»!